здравствуйте друзья с утра сегодня я вам рассказывал о всяких не относящихся не относящихся к эмиграции пищах и тут вдруг думал но уже и не собирался ничего вечерком то но не получается сегодня четверг 11 января сегодня в белом доме собирались на совещание забили стрелку там и президент и несколько сенаторов там есть группа сенаторов которые с двух сторон и демократы и республиканцы пытаются вместе сделать какой-то проект иммиграционный такой но не вообще реформы такой комплексный но вот вот так вот вот в контексте того что сейчас происходит то есть дайте демократам значит легализацию 800 тысяч вот этих вот детишек которые пришли в америку с родителями в несовершеннолетнем возрасте а в обмен вот там начинается там забор туда значит там еще кое-чего отмена green card лотерея ну и так далее и вот есть группа сенаторов с двух сторон они пришли с президентом разговаривать и предложение их в частности содержал такую интересную штуку значит контекст этого всего не только в том что отменяется ну трамп отменил значит вот защиту от депортации для этих детишек но он вот в понедельник до сегодня четверг в понедельник объявил что снимается защита от депортации и разрешения на работу с 200 тысяч может быть 250 никто не знает толком сальвадорцев которые находятся в сша уже там свыше двадцати лет и перед этим несколько месяцев назад были гаитяне 60 тысяч в общем то есть это тоже такой контекст в котором все это происходит и вот сенаторы пытались убедить трампа не выкидывать этих людей из страны продлить им вот эту защиту от депортации ну как-то вот не дело в том что республиканцы ведь тоже не все ну как бы совсем отмороженные да там есть умеренные их больше чем отмороженных гораздо ну вот вот умеренные собрались республиканцы демократами пытались что такое умеренное предложить и они предложили такой компромисс я хочу сказать удививший меня невероятно значит компромисс был такой они говорят давайте мы возьмем лотерею green card говорят они и не будем ее закрывать совсем а оставим там только половину мест вот не 50 тысяч а 25 тысяч а остальные 25 тысяч мы используем в двух целях первое у нас чернокожие конгрессмены так называемые black cocos такая группа группа афроамериканцев которые в конгрессе и такая парламентская группа как бы можно так сказать да привычным языком парламентская группа афроамериканцев запрашивает чтобы все таки значит африканцев пускали в страну только как-то тут вот не хватает почему-то и давайте мы оставшиеся 25 тысяч отдадим на привоз африканцев из тех стран которые в сша слабо представлены то есть тоже можно сказать как как лотерея да то есть лотерея пускала людей в сша и стран которые мало представлены но вот как бы специфически на африку и на те страны которые лишаются вот сейчас этой самой защиты от депортации ну там сразу же прямо green card и выдавать в отличие от того статуса который у них сейчас был такой подвешенный и вот значит вот так поступить значит трамп удивился но удивился он не так как вот мир я который думает как-то неожиданный ход вот никто его не обсуждал до сих пор вот нигде не было таких предложений откуда это все взялось непонятно и и далее но трамп спросил их он говорит а какого хрена говорит он нам нужны здесь люди из он использовал слово такое шит холл шит это дерьмо а холл это дырка но как идиоматическое такое словечко смысл слова шит холл состоит в том что это что-то как бы третий сорт на но это еще как бы и такое ругательное да но не не просто вот так третий сортный он искал из третий сортных стран а сказал но фактически вот можно вести как из странных вот зачем нам нужны люди из засраных стран вот так и речь шла специфические тогда о гаити сальвадоре вот вот эти зачем нам нужны люди из всякой из всякого стране и это не было публично но там было прилично народу то есть не было по телевизору ну и соответственно они тут же рассказали там многие и белый дом даже не отрицал что отрицать невозможно но они как-то это пытались там по-своему как бы замять сделать вид что вообще ничего такого не было но тут же все это по прессе разошлось да он еще одну фразу сказал такую почему бы нам не не привозить людей из таких стран как например норвегия то есть вот эти опасения что make america great again это то же самое что сказать что make america white again то есть вернуться в белую америку вот трамп меня старше лет на 10 что это значит вот первые 20 лет его жизни прошли в условиях когда действовал предыдущий иммиграционный закон принятый в двадцать третьем году в двадцать третьем году закон так был устроен что он разрешал иммиграцию в размере двух процентов от существующего в сша населения двух процентов скажем ирландцы два процента от существующего могут приехать там евреи два процента от существующего могут приехать но не по состоянию на сегодняшний день а по состоянию на тысяча восемьсот девяностый год тысяча восемьсот девяностый год то есть когда в америке жили преимущественно люди из тех стран которые там изначально и жили то есть в это время там практически не было итальянцев практически не было поляков практически не было евреев ну то есть какие то мизерные количество это китайцев практически не было и так далее то есть но было много было много англичан много немцев очень много англичан и немцев итальянцев было мало там ирландцы но были но тоже не безумно много короче это риф эта система открыто дискриминировала против людей из католических стран против людей которые не из скажем так скандинавии скандинавские страны германия и англия остальные дискриминировались причем резко так хорошо так задавливает и он да приняли новый закон в середине 60-х но сами понимаете пока он там начал работать пока стали приезжать люди из китая индии там и других стран а из индии вообще совсем недавно стали так вот пока это все пошло то есть фактически можно сказать что лет до 30 трамп жил в америке можно сказать белый ну там и понятно что африканцы тоже были но они были на определенном положении то есть они должны были знать свое место у них были свои места в автобусе им нельзя было учиться там в тех же школах что учатся белые они должны были жить вот как бы сегрегации такой ну и вот это в этом прошла его молодость и он когда сейчас говорит make america great again это и есть его вот та америка она белая и всякая шваль должна знать свое место и вот вот это у нас когда всякие которые понаехали из шит холл countries я постоянно знаете вижу комментарии у нас на канале и вот наши соотечественники россияне может быть не только россияне и они говорят правильно гнать надо всякую шваль там понаехали и так далее вот я хочу сказать что они с точки зрения трампа и его вот этих вот поддержки его к которой он апеллирует этим понимаете это все очень очень нравится тем людям которые являются то что называется его бейс вот есть люди которые голосовали за трампа потому что всегда голосуют за республиканцев вообще выборы президентские прошли примерно по той же самой линии по которой всегда люди горосуют за демократов или за республиканцев ну не за клинтон же им голосовать ее мое мать и хотя она все равно конечно немножко больше собрала но все равно вот вот по этой линии прошло очень-очень много людей голосовала за трапа но просто потому что лучше не было а есть люди которые фанатично любят его вот к этим он апеллирует то есть он в тот момент не говорил на публике это он говорил это внутри но аналитики того тоже пишут люди что это должно очень понравится тем кто его любит я хочу сказать что тем кто его любит из российской федерации я хочу сказать что они если думают что они относятся к белым с точки зрения вот трампа и его сторонников они такие же белые как например евреи то есть вывод это как бы белые и чего ну какие же они белые они они не из швеции они не из норвегии они не из англии они не из там еще чего-то и если лично трамп лично трамп он к евреям явно так толерантен лично то все остальные совершенно не обязательно то есть как бы мы мы видели как они маршировали в шарлоттсвилле и скандировали евреи нас не заменят дает они так кулаками там махались такие черно рубашечники эти черно сотенцы и вот они конечно будут в восторге друзья я просто хочу вам сказать что даже если вы чувствуете родство душ да они его не чувствуют и вас за людей тоже не считают и в их понимании русские это вот знаете даже по-английски как вот русских называют практически даже на слух не отличается от того как это звучит по-немецки вот вы же знаете когда вот и вот вот для них это тоже самое и в америке есть вот это же самое словосочетание и звучит практически так же там ну буквально вы вы не отличить для то есть для них вы вот в той категории вот этих вот шит холл кантри вот норвегия конечно да это другое дело так вот тут будь такая поднялась я не знаю там какое развитие у этого всего будет вы можете сказать но в принципе тоже прав и так далее дело в том что у нас есть тут вот конституция и в конституции написано что люди все одинаковые все равны любых цветов цветов вероисповедания и там и и так далее так далее так далее это абсолютно не конституционно это подрывает как бы любые меры меры которые трамп пытается подать как по защите страны там и так далее от терроризма и так далее так далее это все на самом деле я я думаю что усилится оно и сейчас есть но усилится и получает очень сильное обоснование точка зрения такая что он лыжет что это для безопасности страны а это просто идет борьба за то чтобы америка сделать снова белый для дискриминационная антиконституционная лживая политика смысл которой вовсе не в том значит что там они пытаются сделать заключение я хочу сказать еще одну вещь пока тут есть пара минут у нас хочу сказать что когда не совсем это прямо связано с предыдущим когда обама сделал свой указ о том чтобы дать защиту от депортации вот этим несовершеннолетним пришедшим соединенные штаты началось что-то невероятное на границе соединенных штатов десятки тысяч я не знаю того же дошло до сотен но то что там десятки тысяч было вы даже не сомневайтесь десятки тысяч детей разного возраста от подростков до там существенно более младших поперли через границу поперли они без родителей без никого важно важно быть вот таким и значит несовершеннолетними они поперли через границу и на границе там они вот там как-то их переводили туда на деньги заплачены были я не знаю они приходили и вот у них там табличка там не знаю дядя мигель там и адрес какой-нибудь там в айове там или что-то десятки тысяч и если сейчас вот этот дака станет законом и они станут ну то есть наверное это станет как бы все говорят что они их надо а приходу но я что хочу сказать при той степени открытости американской границы которые там существуют хотя конечно не так как раньше было но все равно она достаточно открытая мы можем получить еще несколько миллионов вот таких молодых людей которые я не знаю на что они там надеются и как это будет истолковано в латиноамериканских странах но это может превратиться просто во что-то очень очень заметное существенное и не симпатичное и я не вижу чтобы пока кто-то об этом как-то сильно разговаривал но обама кстати отрицал что это из-за него а при чем тут я он говорил да какие-то дети пошли а чего дети а я что я вообще ни при чем я хороший вот они никогда не скажут что я виноват они не скажут давайте исправим и так далее но в общем иммиграционная наша политика вот она в таких руках находится и что дальше будет никому не понятно могу сказать в заключение что они сегодня ни до чего не договорились то есть трамп отверг всю эту фигню и в общем отправил их дорабатывать все ребят счастливо